Юльке кончене Толя, а может? Нет, не может, тебе показалось Да как показалось, это же взрывы Это не взрывы, это хлопки Хлопки, а почему у нас окна выбиты? Это потому что, Надя, я люблю есть на свежем воздухе Вот поэтому аппетит так лучше, а ты сидишь портишь его Почему нельзя, как твоя мама, сидеть и спокойно суп есть? Потому что не хочу, как она, валерьянку ложкой хлебать Мама, не обращайте внимания Вот, держите, я вам еще паломничек положу Ты тоже? Сиди и ешь мой фирменный валерьяновый суп А это ты как объяснишь? Надь, ну что за вопросы? Это не видно, что ли? Это салют В сегодняшний день Крыму и крымчанам ничего не угрожает Смотри, вибрация пошла Сейчас этот будет Волна, волна сейчас придет к нам Я боюсь Ситуация на территории полностью контролируется Правоохранительными структурами И подразделениями Министерства обороны И ситуация под полным контролем Жизни и здоровья у жителей Крыма ничего не угрожает Это пи***ц Поэтому прошу всех сохранять спокойствие Мамуль, мамулечка, давай, надо сваливать отсюда Всего хорошего Русские идут домой Уважаемые крымчане, прошу вас соблюдать спокойствие Ситуация здесь находится под контролем Крым прикрыт Крым прикрыт в всех направлениях То есть заявляет сталь на предприятие Крыму ничего не угрожает Все хорошо Все в абсолютной безопасности Никакой паники нет 6 миллионов единиц в день 20 миллионов волонтеров 300 миллионов сотрудников Росгвардии 650 миллиардов дронов Все потушили Никакой опасности нет Опасность уничтожена Безопасность восторжествовала Конец связи Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Ужды Как здесь классно Я привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Ужды Как здесь классно Я привыкла здесь, как в своем доме жили Мне нравится, как оно горит, как люди суетятся, пожарки приезжают, ну люди в шоке, глаза вылазят у них. Ну а мне это по приколу. Дивиться, как они бегают, суетятся, пытаются руками потушить, а оно еще дождь горит. А я стою внизу и смеюсь. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Украинцы. Почему их так называют? Потому что они поддерживают движение бандеровцев. Кто такие бандеровцы? Начинатель этого движения имел фамилию Бандера. А кто это такой? Человек, который устроил Майдан. Майдан, да. А кто такие бандеровцы? Во время войны я слышал, что они помогали там, ну, немцев, это из истории, если. Бендер, Остап Бендер или кто там был какой-то тип. А чем прославился Остап Бендер? Ну, что-то вроде он людей пытал или сжигал, или еще что-то делал. Что такое демократия? То, что все за деньги. Демократия, значит, когда все за деньги. Да. Ты имеешь в виду какие-то товары и услуги за деньги? Ну, товары, услуги, работа, так же. Что такое демократия? Когда все равны, у всех все одинаковые, одинаковые квартиры, одинаковые дома, одинаковые возможности, не больше, не меньше. Какой-то коммунизм, нет? Ну, чуть-чуть, я, возможно, путаюсь, но путаюсь, но скажу так, да. Что такое демократия? Это когда мало денег людей. При демократии люди испытывают финансовые сложности? Думаю, да. Это происходит во всем мире, либо у нас в стране? В стране. В нашей стране, то есть из-за демократии у людей мало денег? Думаю, да. Я просто поплопаю. Что такое нацизм? Когда людей пытают, бивают. Нарцизм. 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 То есть в целом жестокое отношение с людьми можно назвать нарциссизмом? Да. Что такое нацизм? Может быть, это когда люди, ну, люди нормально ко всем относятся, ко всем национальностям. Кто такие либералы? Придурки. Можете объяснить, почему либералы придурки? Ну, потому что, ну, ничего хорошего они не дают вообще. И моей семье, и вообще всем, всему населению. А кто это такие? Чем они занимаются? Я за них никогда не голосовала, потому что мама с папой мне не разрешали за них голосовать. Мама с папой не разрешали голосовать за либералов? Потому что они их не переваривают. А почему? Ну, они в советские времена сделали очень плохие вещи. Но зарплату не давали. За кого-то стояли в очереди, например? А обувь? А обувь? Для себя? Да. Для себя. А вы пытались искать обувь? Пытались. Что искали? Ну, летнюю обувь. Есть что? Ну, например, босоножки. Так. А мне нужны осенние топли, я, например, не могу купить уже полтора года. Безуспешно? Абсолютно. Спасибо. Безнадежно. То есть либералы, это люди, которые не выдают зарплату, задерживают ее и заставляют стоять в очереди за колбасой. Да, мне так сказали родители. Либералы в советские времена были отвратительными людьми. Ну, а кто это такие, вы до конца не понимаете. Партия. Это партия какая-то единая у них. Ну, не делают для людей ничего. Что вы не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия. Кто такие либералы? Понятно. Мне они не нравятся. Почему? Политика их не нравится. В чем она заключается? Ну, в основном по поводу всяких этих транссексуалов, всяких меньшинств. Вот эта тема мне не нравится. Кто на Россию напал? На Россию? Вот эта территория, Украина, это территория России. Это большая Россия. Это наша территория. Погодите, в 2003 году. И даже формально. Погодите, формально. Да, наша территория. И мы должны на ней навести порядок уже 8 лет назад. По какой Конституции? А почему мы тянули? Вот это вот вопрос. По какой Конституции? Хотя он и я. Вот Конституция. Можете мне конкретно здесь вот показать, где тут написано, что Украина входит в состав? А вы знаете, что эта Конституция нелегитимна? Она написана... Да, она написана под американскую диктовку на американские средства. Вот в Марвел там были супергерои Бэтмен, Супермен, а у нас какие будут супергерои? Так человек-алкаш, человек-бомж, человек-безработный. Вот это наши супергерои. Экстремальная жара под палящим солнцем больше не страшна для жителей Уссурийского района. Городские власти нашли свой метод борьбы с показаниями термометра, пугающий рост которых каждое лето продолжает обновлять температурные рекорды на территории Приморского края. Ну классно же, прям классно. Когда холодненькая водичка, такая жара, это же здорово, это же приятно. По словам председателя исполнительного комитета Виталия Наливкина, безопасность за граждан в условиях адской жары сейчас для него на первом месте. Для меня самое главное, чтобы люди в моем округе чувствовали себя безопасно. Вот это вот самое главное. По распоряжению председателя, ведь с оставшийся летний период на территории Уссурийского района коммунальные службы будут выявлять граждан, оказавшихся под палящим солнцем, и спасать их от знойного пекла. Замученные жарой жители Уссурийска с интересом восприняли данную инициативу председателя. По их словам, подобная забота о самочувствии граждан крайне редко встречается среди власть имущих. Не ожидал, но было приятно. Замечательно все. Вообще шикарно, духота такая невыносимая просто, блин. Даже сотрудники правоохранительных органов, вынужденные нести службу под палящим солнцем, не всегда способны сохранить эффективность работы в условиях невыносимой духоты. Очень жарко. Дышать нечем. Особенно в машине. Прямо как на сковородке, как в духовке. Кандиджка не работает, ничего не делают там. Просто напарить не помираем. На помощь стражам порядка в борьбе с изнуряющим пеклом всегда готов прийти Виталий Наливкин. Чё, ребят, перегрели? Показав свой эффективный метод борьбы с дефотой, Виталий Наливкин еще раз подчеркнул, что всегда будет стоять на страже здорового самочувствия своих сограждан, а также не допустит, чтобы непростые погодные условия препятствовали эффективной работе правоохранительных органов в Муссурийском районе. Всё прекрасно. Слог нету. Духота хоть не мешает тебе работать. Каждый день бы так работал. Всем привет! Сегодня пиндосовские марионетки, эстонское правительство, прямо сейчас демонтируют памятник, который находится по дороге в Уснарову. Памятник Т-34. Вот такие вот мрази. Ничего не боятся, никакой ответственности. Закрыли дорогу, перекрыли, нагнали военных, 20 машин, собаки и демонтируют наш памятник. Какова же будет наша реакция? У меня вопрос. Что мы будем делать, русскоязычные люди? Это замечательно. Клянусь Богом. Да. И что мне? Я призываю найти фашистские памятники, которые поставлены в Эстонии и заниматься адным вандализмом. Ну-ка, повтори еще разок. Сегодня Украина, завтра Эстония. Слава России. Неужели вы думаете, эстонское правительство, что когда сюда придет Россия, кто-то из наших детей, которые давали вам присягу, мрази, пойдет защищать вас, быдло эстонское. Никто не пойдет вас защищать. Наши дети не пойдут воевать за вас, за натовских проституток. Так что имейте в виду, два часа, я надеюсь, Россия будет в Сталине. Кукла Ярвинарва встретит с распростертыми руками русские, русские войска, блин. Биват Путина. В этом зале сегодня присутствуют видные военачальники дружеских нам государств Бурунди, Гвинейской республики, Камеруна, Мали, Судана, Уганды, Чадо, Эфиопии, Южноафриканской республики. Мы ценим вашу поддержку и намерены наращивать сотрудничество по взаимовыгодным проектам. Ну, господа, по-моему, это лайк, господа. Лайк, 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 лайк. Лайк, репост, господа.